Сальвета и Амики, вы на канале Учитающей Катарины. Как у вас дела? Я надеюсь, что все хорошо, у меня все отлично. Я сделала небольшой перерыв на прошлой неделе, поэтому я сейчас снова готова вернуться к активным съемкам. В сегодняшней рубрике под названием «Res Librorum» я рассказываю про свои, и не только свои, книжные новости. Первая новость касается Московской международной книжной ярмарки. Обычно она проходит в самом начале сентября. В этом году, как мы выяснили на прошлой неделе, организационный комитет решил ярмарку перенести и провести ее в 20-х числах, то есть примерно на 2 недели сдвинуть. Мои постоянные зрители знают, что я постоянно работаю на ярмарках и снимаю влоги для того, чтобы освещать эти события, рассказывать про новинки, интересные мероприятия для моих зрителей. И в этом году я тоже планирую это делать. Возможно, мне даже будет удобнее это делать с 23 по 26 сентября, а не с 9, когда они там собирались изначально ее проводить, потому что я начинаю работать, и это докладывает определенные ограничения. Я обязательно буду ездить, может быть не во все дни, но по крайней мере в большинство, на ярмарку, потому что для меня это тоже очень важное событие. У меня есть некоторые опасения, что ярмарку могут отменить вовсе, но посмотрим, как будут развиваться события. В этом году ММКЯ мне вдвойне интересно, потому что традиционно в рамках ярмарки проходит объявление победителей, книга блогерской премии, блог-пост. Я участник этого года, я вышла в шорт-лист, недавно закончилось народное голосование, я снова выражаю большую благодарность и признательность всем, кто отдал свой голос за меня. И получается, что раз ярмарку перенесли, значит мы узнаем результаты премии чуть позже, и это немножко подогревает интригу. Я все еще не отказываюсь от своего намерения сделать небольшой комментарий про премию, как с точки зрения участника, так и с точки зрения аналитика книжной индустрии, и сказать пару слов. Но если я буду проводить этот прямой эфир, то это будет определенно после объявления результатов, вне зависимости от итогов. Вторая новость. Мы с девочками, с Машей Закрученко, Катериной Татаренко и Аней Захаровой успешно организовали первый букхоппинг. Я про это мероприятие и про то, как оно появилось и что стало импульсом, рассказывала в последнем ролике про третий блог школы издательского дела. Я вижу, что его посмотрели очень немногие, поэтому рекомендую. Это очень качественный, интересный видос, и это тема, про которую на ютубе практически не говорят, то есть это действительно уникальный контент. Что такое букхоппинг? Мы знаем концепт бархоппинга, когда группа друзей ходит в течение ночи из бара в бар. Букхоппинг представляет собой примерно то же самое, только ходим мы по книжным магазинам, причем по независимым книжным магазинам. И 15 августа у нас с оглушительным успехом прошла первая прогулка. Нас было 10 человек, потому что независимые книжные достаточно маленькие, и за раз туда влезает не самое большое количество человек. Нас было четверо организаторов и семеро участников. Мы прошли по четырем книжным магазинам в районе Покровки и Чистых Прудов, и для меня было самым важным, что мы действительно открыли людям новые места. То есть про некоторые книжные значительная часть участников даже не знала. Во время прогулки мы пообщались с книготорговцами, кто-то из них является основателем книжного магазина, кто-то просто там работает. Мы также пообщались друг с другом, познакомились, обменялись впечатлениями и, конечно, закупились книжками. Я была фотографом на этой встрече, и если бы, возможно, я бы не фотографировала, у меня была бы возможность снять влог для того, чтобы поделиться этим мероприятием на более широкую аудиторию. Но я поняла, что это очень тяжело одновременно снимать фото и снимать видео. Поэтому я сейчас покажу несколько кадров и еще немножко расскажу. Да, на ближайшей встрече у нас, к сожалению, уже полностью закрыта регистрация, но если вы хотите одними из первых узнать про даты следующих встреч и получить возможность на них записаться, то на сайте, который я оставлю в инфобоксе под роликом, можно оставить свою почту, и мы пришлем вам приглашение на регистрацию на одну из следующих встреч. Исторически книжный магазин часто становился третьим местом. Это не просто пространство, куда мы приходим купить книжки, это место, где мы можем общаться, знакомиться с людьми, слушать какие-то лекции, встречи, семинары. То есть это особое место, где мы можем проводить время досуговое, не дома и не на работе. Третье место. Прелесть независимых книжных магазинов заключается в том, что они очень сильно определяются личностью своего создателя. То есть человек, который все это организовал, который выбирает книги, которые будут продаваться, который коммуницирует с читателями, он транслирует определенные ценности, он транслирует определенный книжный вкус. И именно поэтому, в отличие от читай городов, которые как под копирку по всей стране абсолютно одинаковые, независимые книжные очень индивидуальны и за счет этого аутентичны. У меня масса положительных впечатлений от первой прогулки. И букхоппинг оказался воплощением мечты всех его организаторов, потому что это стало мероприятием, на котором было очень много общения на книжные и околокнижные темы. А вы знаете, что именно из-за общения я обожаю книжные ярмарки? Книжные ярмарки — это место, где собирается огромное количество книголюбов и создателей книг, книг-распотронителей и так далее, в общем, людей от индустрии. И там такой котел идей, мыслей, энергии, вообще вдохновения. Меня это невероятно заряжает. Букхоппинг оказался еще одним таким мероприятием, в котором я могу сама изливать всю эту любовь к книгам и интерес к книг-распространению, книг-торговле. И получать очень много инсайтов и очень много положительных эмоций от участников. Это идеальная формула, и я вас с большим предвкушением жду встречу вторую, которая произойдет уже в эту субботу, 29 августа. Третья новость. 21 августа мы встретились с одной моей коллегой Буксюбергой. И мне очень приятно, что Таня и Антон решили провести транзитный вечер в Москве в моей компании. Таня ведет книжный канал на ютубе под названием Буковски. Я очень ценю глубокий анализ, который проводит Таня. И она читает те книги, которые мне тоже интересны, но на которые у меня никогда не хватает времени. Потому что у меня куча своего непрочитанного по другим направлениям, которые Таня не читает. И поэтому, ориентируясь на ее тонкие наблюдения и глубокий, очень глубокий анализ, я могу сама сориентироваться и принять решение, какие книжки из своего ТБР-листа я выкидываю, а какие наоборот туда добавляю. Если вы еще не смотрите Таню или не читаете ее блог в Инстаграме, то очень рекомендую все-таки исправить этот недочет. Таня эту неделю проводит в Ясной Поляне. Она стала одним из тех 20 участников, которых пригласили в школу литературной критики. Я очень надеюсь, что у меня удастся послушать самые свежие впечатления Тани от всего, что там происходило 28 числа, когда Таня будет возвращаться. И, возможно, мы тоже будем иметь возможность встретиться. Мы с Таней и Антоном погуляли в центре Москвы, а также съездили в арт-пространство в Флакон. Мне особенно сильно хотелось посетить один проект, который я с удовольствием показала ребятам. Это мастерская «Демона в печати» издательства «Партизан Пресс». Если вы смотрели мою первую подборку книг о книгах, то вы наверняка обратили внимание на роман под мастерия Гутенберга Алекс Кристи. Этот роман как раз сделали демоны печати, и суперобложка для этой книги отпечатана на старинных прессах. И если приехать в мастерскую «Демона в печати», там все эти прессы будут, там будут старинные литеры, там будут банки со старинной краской. Оказалось, что у нее своя интересная история. И эти литеры специальным образом выкладываются, чтобы печатать всем, наверное, москвичам известные плакаты, которые можно и в виде стикеров, например, увидеть на самых разных столбах по всей Москве. Очень милая девушка, я жалею, что я не спросила, как ее зовут, рассказала нам немножко про технологию, ответила на наши вопросы. И это было очень мило, и мы взяли даже вот такие вот стикерсы. Я, с одной стороны, действительно хотела бы, может быть, приклеить это куда-нибудь в городе, потому что это один из их концептов, такой стрит-арт культуры. Но мне, с другой стороны, и так нравится, и я, может быть, куда-нибудь себе наклею, чтобы самой любоваться. В итоге, что мы имеем? Общие темы, активное интенсивное общение и масса общих впечатлений. Это то, что сделало вечер незабываемым, очень приятным, и я дико рада, что мы теперь знакомы в не виртуальном, а наоборот в реальном мире. Таня, Антон, вам привет, спасибо вам большое за тот замечательный вечер. И чудесно, что BookTube позволяет заводить вот такие вот контакты, такие вот знакомства. И общение — это важная часть человеческой жизни, и лично меня общение точно делает чуть-чуть более счастливой. И спасибо BookTube за такую возможность. Четвертое, не новость, немножко нытья. Я специально его отодвинула немножко ближе к концу видео, а не стала запускать вначале, потому что у меня немножко сложное отношение. Мое отношение к каналу сейчас немножко сложное. Потому что в июле я делала очень много роликов. И я чуть-чуть подвела себя к краю выгорания и сильной усталости вообще от происходящего. Вывод из этого всего для меня заключается в том, что канал не должен становиться для меня самой главной моей деятельностью. То есть тем занятием, на которое падает центр тяжести и центр фокуса. Мне нужно, чтобы в моей жизни были разные направления, в которые я вкладываю свои силы и свое время, для того, чтобы не так сильно зацикливаться на канале и не так сильно расстраиваться. Потому что канал мне очень много негативных эмоций тоже доставляет, помимо положительных. И если я не буду слишком сильно себя посвящать каналу, мне будет проще справляться с тем негативом, который появляется. Наступающая осень будет для меня очень интересный такой челленджинг в профессиональном плане. И мне хочется сосредоточиться вот на этой сфере жизни. А чтобы канал был просто приятным хобби. Тем местом, куда я могу сама занырнуть. С удовольствием посвятить несколько часов какой-то работе, там, написание сценария, съемки и так далее. Уходя от переживаний и усталостей в основной сфере моей деятельности. И чем меньше у меня будет формальных обязательств, чем меньше у меня будет ощущение, что канал это прям что-то настолько супер важное, что мне нужно держать планку, что мне нужно все делать идеально. Вот чем меньше вот такого всего будет, тем комфортнее мне будет вести канал на протяжении всего следующего учебного года. И я думаю, тем лучше будет для того контента, который я делаю. Почему я заговорила про формальные обязательства? Я сейчас вспоминаю, я столько вам планов своих по каналу говорила в начале лета. Мне настолько стыдно, насколько малую часть из них я действительно выполнила. Опять же, это причина, почему я не делаю планы по чтению. Потому что постоянно в моей жизни что-то меняется. Что-то меняется во мне. Мне в какой-то момент интереснее прочесть одну книгу, снять один ролик, а не тот, который я запланировала месяц назад. Я не отказываюсь от тех планов, которые у меня были, но я, проговаривая сейчас вам, просто снимаю с себя обязательства сделать это в те сроки, которые я вроде как назначала. Я не буду снова повторять эти планы, потому что я сейчас в потоке снова скажу, что я там обязательно это сделаю в следующем месяце. Нет, я не буду ничего такого обещать. Я буду делать это в том режиме, который для меня комфортен. Я хочу быть полностью свободной в реализации своих замыслов и в введении своего канала. Надеюсь, вы меня в этом поддержите. В целом, у меня сейчас ощущение, что мне хочется вести канал максимально расслабленно и рассказывать про какие-нибудь совсем не мейнстримные книжки, чтобы не было никаких дискуссий, никаких споров, никаких гадостей, которые на меня сыпятся в связи, например, с моей темной Ванессой. Вот. То есть, чем расслабленнее, чем менее остро в плане обсуждения и бугурта, тем мне сейчас предпочтительнее. Смешно, конечно, вот это сейчас говорить, потому что те книги, которые я читаю сейчас и про которые буду рассказывать спустя какое-то время, это как раз те книги, которые очень взрывоопасны в плане немножко неадекватного обсуждения. Давайте я буду с вами честна. Я считаю важным говорить на некоторые темы, но я очень сильно не хочу вступать ни в какие дискуссии, ни с кем спорить, никого ни в чем убеждать. Я не хочу получать никакого хейта за свое мнение. Но, к сожалению, это интернет, и от этого никуда не деться, поэтому какие-то вещи мне нужно делать тогда, когда у меня достаточно ресурса для того, чтобы справиться с какими-то нехорошими вещами, которые могут произойти. Собственно, сложные конфликтные темы, потенциально конфликтные, это связано с тем, какие книги я сейчас читаю. На этой неделе мне хочется расправиться с тремя книгами. Я уже начала с «Сахарного ребенка» Ольги Громовой, и это история девочки, чей отец был репрессирован в, я не помню, какой именно это год, но в 30-е годы. И любопытно, что история этой девочки, это история, основанная на документах, которые хранятся в архиве Мемориала. И у Мемориала в серии документальных книг как раз история Вангенгейма в одной из книг была. В общем, что это за серия? Я на этой неделе планирую дочитать четвертую книгу «Это знак не сотрется» про судьбы Ост-арбайтеров. Это, по сути, публикация тех семейных архивных документов, которые в архив Мемориала приносили люди на протяжении истории его существования на территории России. И часть книг посвящена содержанию заключенных, письмам, потому что письма — это самый главный источник. Есть, получается, документы, хранящиеся в архивах, которые связаны с деятельностью государственных органов, а есть письма — это источники личного характера, которые хранились в семьях. Вот история бытования писем заключенных домой — это такая отдельная история, отдельный мир. Мне будет очень интересно про это рассказывать и, собственно, агитировать вас, прочитать эти книги, потому что я просто удовольствие большое получаю. Получается, Вангенгейма я уже знаю по другим архивным материалам. Сейчас я узнаю подростковую художественную повесть. Я хотела бы очень сильно, наверное, подсунуть ее брату и посмотреть, что он на нее скажет. И это первая книга Ольги Громовой. Вторая книга Ольги Громовой — это «Вальхин», про которую я много раз упоминала, когда проходила в Марте «Нонфикшн», и там я, собственно, про все это рассказывала. И вот эти две книги объединены одной темой, потому что это Остербайтеры, это люди, которые с территории Советского Союза были угнаны нацистами для различных работ на территории Германии. И судьба Остербайтеров после войны была совершенно не счастливой, потому что Советское государство рассматривало их как врагов народа, потому что вот они работали на немцев. Очевидно, что мир не является таким черно-белым и простым, как может показаться из некоторых идеологических установок Советского государства. И я так понимаю, что «Вальхинг» в художественной форме для детей освещает эту тему, а «Знак не сотрется» будет более серьезным трудом. И самое главное — это собрание источников, по которым мы можем узнать про судьбы реальных людей. В общем, у меня интересное и насыщенное чтение на этой неделе, одновременно со всякими бюрократическими штуками, которые будут связаны с работой. Как раз заканчивается лето, поэтому у меня уже все мысли просто посвящены осеннему семестру и тому, что и как будет проходить, и как моя жизнь будет строиться. Ну, в общем, много мыслей. Еще, наконец-то, на русском вышел шестой сезон книжного сериала «Спасители сын» Мариотт Мюрай, и я залпом прочитала за один вечер на выходных. Во Франции уже вышла седьмая, прям вот, ух, ух, хочется дальше. И я очень рада, что как раз я не успела сделать ролик с рассказом про свои впечатления от этой истории до выхода шестой книги, потому что сейчас, после прочтения шестой, я очень сильно освежила свои впечатления, и меня прям распирает. Я так сильно хочу рассказать вам про Мариотт Мюрай и о том, что я больше всего ценю в «Спасителей сыня». Еще у меня произошла революция в сознании, в плане чтения, потому что я очень долгое время, у меня есть синдром отличницы. Вот что, мне нужно быть максимально правильной, мне нужно книги дочитывать от корки до корки, вот какие-то такие установки перфекционистские в том числе, они у меня всегда присутствовали. А этим летом меня что-то как-то перемкнуло, и я решила, что нужно перестать дочитывать те книги, которые не приносят мне удовольствия и которые не кажутся достаточно интересными, чтобы тратить на них свое время. И здесь для меня ключевым стал вопрос именно времени. Если я читаю книгу, которая мне не супер нравится, я ее, в принципе, дочитаю рано или поздно до конца. Другой вопрос, что мне каждый раз не хочется за нее садиться, когда я думаю, вот, опять снова ее надо читать, и даже если книга небольшая, я могу растянуть ее на неделю или полторы. А при этом я могла бы прочитать за это время две хорошие книги, потому что они бы просто меня захватили, и я с удовольствием каждый раз возвращалась бы к тому месту, где я остановилась. Зачем тратить время, я спрашивала себя, поэтому я этим летом бросила читать несколько книг. А еще пара была, которую я дочитала, но можно было бы не дочитывать. Наверное, помимо перфекционизма и стремления все доводить до конца, такая основка, которую, по крайней мере, мне, наверное, зародила, заранила школа, здесь есть момент синдрома упущенной выгоды. Я думаю, что не только мне это будет знакомо, мы думаем, а вдруг я что-нибудь упущу. Вот если я сейчас брошу книгу, а там еще страниц 300, а вдруг там что-то такое будет, что нужно прочитать, ну, что это будет интересно, или это какой-то крутой поворот, который, не знаю, можно будет с кем-нибудь обсудить, или там что-то гениальное, просто, ну, автор, типа, вначале плохо начал писать, вот, а потом он, типа, распишется, и все будет хорошо. И, возможно, да, но мне почему-то теперь уже не так важно. Ну, упущу я что-то настолько важное, ну и ладно. Что изменится в моей жизни, если я нечто такое упущу, даже если оно в книге есть, потому что, скорее всего, нет. В частности, я бросила несколько книг, про которые не раз упоминала на канале. Сначала это были покупки, потом это были какие-то планы, какие-то вот такие болтологические упоминания в роликах. Я чувствую, что мне нужно, по крайней мере, проговорить, что вот я их взяла, начала читать, мне не понравилось, и я бросила вот по этой и вот по этой причине. Поэтому, наверное, я сделаю когда-нибудь небольшой ролик, где кратенько про это все расскажу. И есть еще несколько электронных книг, которые я начала, и которые мне совершенно не зашли, хотя вроде как они очень долго были у меня в виш-листе. И про это, наверное, тоже надо что-то сказать. В общем, наверное, какой-то небольшой такой ролик будет. И мне кажется, что разговор о том, почему мы бросаем книги, я теперь начала это делать, слава богу, очень хороший повод для того, чтобы с вами обсудить, бросаете ли книги вы, вот, и по каким причинам, точнее, что в книге может побудить нас ее бросить. На этом сегодня все. Я жду рассказ про ваши дела, может быть, что вы сейчас читаете, или что вы прочитали в последнее время. В общем, все, что угодно из ваших книжных дел. Чем вы хотите со мной поделиться, буду с удовольствием читать все комментарии. И, наверное, это все, что я хотела сказать. Я желаю вам насладиться последними днями уходящего лета, а себе желаю успеха в воскресенье на проведении второй встречи букхоппинга, потому что, когда начало такое радостное, очень хочется не облажаться во время второй прогулки, чтобы планка была примерно на одном уровне, и чтобы ее не уронить. Спасибо, что были сегодня со мной. С вами была, как всегда, читающая Катарина. На этом канале мы говорим про книги, историю и чтение. До скорейших встреч в Балете Амике.